вообще нет на всей планете ну давайте по порядку вы меня зацепили фактически вы меня обвинили в этом во лжи не мошенничество нет мало это а нет раз я обманщик то я мошенник и так значит выдают совершенно высот сейчас разберемся я начну с того что канады я сорт королевский так вот он он именно его взял за основу критики однажды значит раскрутил вообще сибирь так естественно сейчас он королевский и с моими фотографиями на доброй сотни сайтов то есть меня использовали самый подлый народ какой может быть это те кто продает неизвестно что а фотографии люди любой собой ими кстати вот одна из них и вот это нет ладно потом долго листать вот который любой нет покажу вот это любуюся это еще несколько только другие фотографии тоже королевского сейчас вам покажу и объясню это очень важно пусть него еще фильмы за 20-25 минут плохо смотрится вот людям некогда но тем не менее давайте продолжим и так сорок королевский однажды появилась уже когда был раскручен и люди стали требовать сорок королевский не только у меня а во всех питомников и сейчас они гаснут на и такое слово есть нехорошее гаснут по всей сибири он тем показывал цена тысячу сорок рублей помните на каталог на известном этом каталоге известного питомника тысячу сорок зачеркнуто и внимание написано 20 рублей и это на официальном сайте я вам покажу тысячу тысячу рублей зачеркнуто 20 написано исправлено то есть они я уже не пишу мира они гаснут буквально и вот когда они начали гаснуть еще много лет назад они взяли и а до этого ну знаете какие были царский был там ой много там тревог северный вот много чего было но такие сорта это как наш автомобиль жигули по сравнению с мерседесом мерседес вот они а то как во втором и вдруг сорт королевский плюс мои фрэти и пошли в лед почти покупать сорт королевский а человек берет еще появился интернету сорт королевский происхождение франция берем а то что им привезли это самое если с франции то вот замерзнет сто процентов а если он не франции значит он просто вырастет ну такой скромный в лучшем случае сорт королевский я сделал брендом и вот однажды я читаю статью это я рассказываю как анекдот но еще раз я не обязан легче читать не нравится переключили на этот плюс или этот мыль на оперу еще что-то поехали дальше слушать меня значит этот берется этот сорт королевский так и у одного как он возник очень раскрученный садовод тоже сибирский значит печатает статья ну так же рекламная статья покупайте мои саженцы вот сорт королевский он пишет как я обнаружил сорт королевский я иду по рынку это за статьи я ничего не выдумываю он же тоже меня слушает вот читает слушает вот врать не буду и ему это и вижу с торгует женщина на рынке перед ней это бедро или два абрикоса очень-очень крупных и красивых вот я решил разобраться что-то мне кого-то напоминает пишет он я залез в справочники и господи так это ж королевский ну и конце статьи покупайте сорт королевский у меня ну имеется ввиду сами поняли как находится королевский а теперь как я его нашел есть написано выдает совершенно другой сорт нас было два брата чуть не скажу акробата нас было два садовода вот я и володя мы оба были нас фанатики мы делились вот мы оба ездили на украину я привозил веники помните я говорил что это считайте мою статью этим самым явкой с повинной я рассказывал подробно как я провозил прятала таможенников эти веники с стенками вот а он мне вручил черенок который назвал сорт королевский потом поди проверь когда еще через несколько лет он погиб прямо на пожаре прямо рядом с моим домом сгорел его дом и он погиб на пожаре теперь сад его цел каком плане он задичал страшно что интересно когда нет хозяина и это кстати одно из моих наблюдений да если допустим саду ходит садовод все такое красивое все культурное все даже сегодня в ней не поливать как я не поливаю даже если он не удобрять даже сегодня пришли он все равно культурный сад но стоит я уже не первый случай умереть хозяину и сад дичать сразу это одно из феноменов которые я не могу объяснить кроме того что у человека и у деревьев биополя биополя схожи и там общаются между собой и вот у него такой дикий сад у него фундуки до сих пор растут плохие урожая вот у него этих вишен его сад с вишнями я показывал фотографию в половину деревьев ко мне свесил вишен десятки сотни тысяч косичек можно всю россию там гибнут сады они не гибнут нет они уже погибли и об этом знает наука и опять тоже самое лишние ветки опять это самый фунгициды опять виноваты эти манилёс и прочее хотя они ни в чем не виноваты вот это есть на всей россии это тут вот заброшенный сад я не мог не упомянуть добрым словом покойного друга володя не мог царство его небесное и вот я продолжаю значит получился королевский я не имею права ему не верить вот такой вот фанатик он настоящий садовод и тогда я показываю вот и это будет именно вот эта серия важная вот и как я назвал приезжайте к нам на колумбу и так посадка дело в том что я хочу вот этого иванова ивановича немножко даже если он хороший садовод даже все его окружение а он ведет как он там какую-то канал или канал ну не буду возвращаться короче чего-то ведет и там и для тебя споры да и нашу жанну видимо заклевали как бы с мою сторонницу так она в растерянности она ко мне за помощью обращается но я сто процентов уверен что в их среднем урале где массово видимой гибель деревьев иначе он не написал бы что же людские тем более не подойдут так происходит каждый раз следующее с этого все начинается неправильная посадка раз и посадка без это не регулировая размеры кроны то есть с первой секунды жизни это коллега это инвалид этого не понимаете это уверен что иван иванович иванов раз он так ко мне относится то есть сходу отрицает начал не знает даже этого этого не знает вся страна так получилось если это должно быть в битом голову с детского сада если как корни нарушены 50 процентов минимум 50 процентов крона отрезается а я вам показываю сто раз показывал я брал саженец отхожу к машине а их тысяча прошу саженец достаю фотографирую нет корней знаете что они творят и это все и на среднем реле девяносто девять процентов покупных и может быть только один из ста вращаются сам да скорее всего не один из ста нет скорее всего 11000 и вот этот один из тысячи ладно а стране 999 чтобы больше влезло фуру их режут специально корни я показывал вы видите у них корни не обрезаны нет обрублены и не замазаны и все это приходит и я показывал саженец допустим метр вот чтобы он еще выжил там два-три этих волоска до сгулькин этот мягко чем сгулькин член вот так вот это два-три волоска но хорошо если он вот столичка оставит вот так отрежет вот столичка две-три почки лучше 2 вот еще маленький шанс и ноль шансов что он вообще примется и это по всей россии ведь покупают вот и средний урал покупает я поэтому выделил только одно из сотни проблем посадка неправильная посадка и неправильно имеется ввиду и вообще принципе посадка и именно искалеченного дерева с инколесными корнями которым нужно обязательно отмахнуть большую часть крона вот вот это иван иван не знает вас это жанна я надеюсь что в этом не знаю как там он даже если это он видит сайт обычно а очень болезненно воспринимает критику но он меня критиковал я же фактически мошенник выдаю желаемое за действительно вот преувеличиваю обманываю и получается так что теперь как-то распространите этот ролик который выйдет виде фильма до серии номер два вот первая серия понравился для меня 600 просмотров это уже много это даже много я удивился вот а здесь надо чтобы это разошлось по всей стране это серия номер два важнейшая приезжайте к нам на колумбас лучше вы к нам ладно я иду к вам смотрите и едем во францию сейчас с вами и так про посадку я сказал это очень очень важно это очень важно это сразу или вы саженец обрезали у вас будет сад или не обрезали у вас будет сад коррека с короткой жизни с болезнями с манилиозом с камикозом со всеми бы байте и вы будете прыскать причем это прыскать не поможет ни одно дерево на всей планете из миллиардов не вылечила но люди тупо продолжают эту глупую работу по отравлению себя садов и так далее все живности в саду травят самое страшное что травят еще за одной этих самых и червей все же почву попадает ну пойдем дальше пункт 2 вегетативная гибридизация внедрение геноморозостойкость и так берем саженец и мы условно будем считать условно что мой друг покойный не ошибался что абрикос королевский этот самый это абрикос королевский так учитывая роскошь невероятную понимаете в россии таких до меня не было ни одного уж я-то знаю переписка была с десятками садоводов самых лучших вот включая ученых на тот момент им такое не светило смотрим дальше допустим не королевский но я сейчас еще на за этот я повторю первой серии это очень важно друзья вот вы приезжаете нужно короче вы приезжаете еще на вебинаре повторю мне так понравился этот пример его сам придумал вы приезжаете покупаете автомобиль платите деньги за него а потом горите подгоните прям дома может у меня прав нет вот подъезжает автомобиль вместо жигуля вы видите мерседес и вы начинаете орать новенький с нулевой с нулевой пробегом и вы начинаете орать вы меня обманули где мы живут чтобы мне привезли какой-то мерседес подумаешь 10 раз дороже стоит а из меня денег не требует вот это сейчас я вам такой мерседес то и покажу а сейчас идем дальше значит перед вами один из моих шедевров это увеличенный улучшенный измененный клон академика почему начался академик это тоже мерседес тоже ну скажем это смотрите я выбрал наиболее эффективные фотографии чтобы вы знали есть деревья по принципу один на всю планету так пока любуемся но усидим зрительно эту фразу мы же учил ради учебы собрались внедрение гена морозостойкости так попутно происходит укропление то есть они вспоминают если он сам более морозостойкий это моя расшифровка это вот здесь надо будет потом написать постулат все-все-все-все одно слово постулат а потом я его расшифрую для вебинара постулат двоеточие а потом уже дальше пойдет следующее значит попутно с внедрением морозостойкости происходит укропление плодов в том случае если достигнута цель почувствовал себя имея морозостойкость выше почувствовал себя чуть ли не на исторической родине плоды укропляется что-то в этом роде вот нигде никогда мои фразы вот эти постулаты мне 200-300 нигде никогда не прочтете я везде первый я не имею ввиду первый в топ плане хозоста 1 об этом сообщил всему все общественности это очень важно смотрим дальше и так работа начинается с королевским абрикосом можете брать королевский в кавычки я не против если мой мерседес условно говоря условно это сейчас погодите все еще один пример будет итак ксения это я шифровать не буду я шифровал я сейчас еще подробнее мы не закончим даже через год поэтому слова ксения это что мне с вами делать ладно расшифровать не буду почему потому что мы все это проходили как же быть то вы скажете что что напишешь то все это внедрение генов дерево без опыления прямое прямое внедрение пестик без зачатия и без и все равно меня меняются характеристики дерева которая это которые попали пусть без зачатия попали попала пальца соседа как надо ну назовем отца ладно итак получая субъективная гибридизация это значит изменение свойств при прививках причем качественные изменения на генном уровне это я говорю этом и черен говорил а кто-то против оставайтесь в сравнении и телегоне это все нет почти одно и то же просто более знакомое слово итак это манджурский абрикос это моя линейка это рука моего помощника или я его помощник это то что он полудускобилов на тот момент завлаб кандидат наук абаканский суд огромных проблем это чтобы меня не считали за проходимся знаете чем он недорог хотя в виде только одну руку вот я говорю на меня нападки я имею право дать ваш телефон чтобы подтвердили что все это что все это на самом деле ведь не верили думали что я на рынке покупаю вы представляете я филисов покупаю на рынке выдаю за свое а этот секс моего сада не вылазил все эти годы и он говорит конечно давайте мой телефон вот чем он хорош как ученый добросовестно потому что он полудускобилов как познакомлю лучше итак 102 грамма это самая крупная королевская которая держал в руках значит справочник извините подробно иначе я ничего не смогу доказать этому ярусному товарищу средний урал извините подробно и так сейчас материалов много вы можете набрать королевский абрикос фото вы увидите там и королевский абрикос и увидите там много похожих непохожих но которые не совсем другие сорта то есть там фотографии на липу не все подряд не помойка но сейчас это мусоросборник я имею ввиду вот эти вот данные 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 в интернете и вот получается так я открываю книгу я больше верил эта книга день 70-х и 80-х годов мне нет я взял почитал отдал хотя бы переподографировал по странице и там на предпоследнем месте шоу а там были вот такие вот там было порядка 20 сортов перечислялся абрикосы которые у нас имеют место быть причем там написано что они ранированы а просто перечислены их характеристики начиная вот это маджурский абрикос да вот простенький но это то самое гигантское дерево которое теперь два феноменальных дерева вот одно из них это вот оно не смотри что скромное зато от него пошла новая волна абрикосов по всей россии с этого дерева с этого и как самостоятельное оккультуренное оккультуренное по свету плоды из два-три раза больше и как самостоятельное корни собственно и как подвой который сделал сказку действительности как бы не сопротивлялся товарища среднего рала и вот это получается с него начали и там было книги что было книги кстати я говорю говорю запись никакой нету нет идет запись слава тебе господи важнейший момент и так книги перечислялся допустим 20 сортов а то такого простого потом скромнее скромно там как раз были тот же северный трюк там был этот самый царский абрикос но середнический типа наших автомобиль жигуль а нам надо мерседес из мерседесов там был академик да и было написано примерно цифру называем допустим 32 47 грамм то есть не вот этот гигант это его потомок не вот этот гигант а до 47 грамм вот и эту цифру да вы можете набрать справочник там абрикос академик там и там как раз эта цифра будет примерно примерно за 50 не переходит а это 120 или 130 и вот получается что на последнем месте сам не последний наоборот там все круглые 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 и самый круглый было написано королевский скобках франция 50 60 грамм вот вот я с ним поработал хорошо вы скажете ошибся не я ошибся мой друг допустим это не королевский допустим подсунула мне этот самый округ ну подсунула мне допустим маршедес вместо жигуля и что теперь застрелился смотрим дальше итак вы видите я эту фотографию ни разу не показывал вот она 102 грамма вот идем дальше первый плот бой тревуш королевский дал первый плот уже а это через поколение и через несколько лет видите вот он был вот такой вот это самая первая фотография сделана еще когда не было цифры под аппаратом это делали обычные под аппаратом которые произвели ты называли мыльница помните мылись вот это мыльницы я снял идем дальше прошли годы вот он королевский попал в полсотни сайтов где теперь они говорят что это мой а у меня есть такая вещь когда это там папки там можно легко доказать происхождение их моем саду вот просто серия показывал как это делается вот он красавец ну что но это не все итак вы увидели королевский вообще красе вы увидели академик вообще красе но это только начало разговор вот мы приближаемся к открытию величайшие загадки пусть говорил но не всех меня слышали величайшие загадки и так а кстати это до смеха видели что творят все за смотрите чек и виде вот эту фотографию мою кстати называет его теперь надежда вот а тот халтурщик а тот товарищ на меня камни кидал вот ну вот взял бы со своей пролетарской яростью как она назвала его яростно доказывать ну ты пролетарской яростью возьми ты за это все ведь посмотри ведь ложь кругом из 100 вот таких вот эти девяносто девять лживые сколько я доказываю год за годом большинство людей не понимает не верят ну возьми ты его 2 как-то там займись и настоящим делом настоящего заблочения позвоните в эту фирму любую и скажи откуда дровишки откуда фотографии ну пусть это это ладно я плевся что показатель смотрите как все безнадежно теперь вот эта фотография уже по моему 18 год и один год делал логотип только один год только потому что я уже был в отчаянии воруют фотографии все и воруют и воруют я вот сделал логотип вот чтобы они мои фотографии меньше ну то есть меньше людям голову поручили вот это тоже королевский обратили внимание теперь еще один год это опять академик сейчас поймете перейдем тайна раскрываем мое блестящее достижение в садоводстве мое личное железо это еще одна один вариант я его назвал крупноплодный железо скромно но со вкусом вот это еще один вариант видели кстати беседка кто узнает это моя беседка потому что эту фотографию тоже украден 20 или 30 вот беседка видите вон наборчик вспоминаем вот это мой стол идем дальше и наконец вот этот шедевр как родился объясняю объясняю потом почему это нам никогда не удастся сохранить вегетативные гибриды мое высшее достижение и так на манджорца я же видите крестюсь итак на молодой саженец двух-трехлетний манджорца я привил академика и черт меня дернул на следующий год академику скелет привить и она мощно прошла ветку королевского вот и вот и что у меня получилось получился как бы вегетативных гибридовиков не существует вспомните на меня обрушились дамы эти дамы из выпускницы тимириевского академика серьезно люди там кандидаты прочее что я мальчик и даже цитировали эту самую 90-летие давности статью что вегетативная гибридизация это это самое лженаука да а у меня получилось вот такое скажите это гибрид или не гибрид вот попробуйте здесь черты манджорца я облистал раз академика и вот это вот привитое на него королевский дал вот такие плоды еще раз говорю тройной гибрид красивая случилось чудо подробно потому что я назвал афаина вот в туве жила-была девочка 15 лет в нее было по это самое порог сердца я отвезли москву на операцию то что хотите она лежала на операции ждала когда тувинские как он называется здравоохранение перечислить деньги 300 тысяч в москву чтобы есть сделали операцию пока перечислили деньги она лежала лежала умерла вот мне потом переслали дневник вот мы читали дневник я и жена много плакали и тогда я назвал этот сорт фаины я сказал мне бог послал вот это бог я назвал афаины память об этой девочке и тогда случилось вот это чудо значит когда она созревала созревала перед первый год все плоды были сбросены зелеными ветер сбросил все плоды или они плохо держались только на одном дереве на этом а на следующий год родилось вот это чудо и когда очередной раз пришел созревали я увидел тучи значит ос пчел шмелей так значит и что удивительно сотни бабочек все было бело и все они выжирали мякоть запах меда стоял чуть не сказал невыносимый сильный запах меда и все это на моих глазах и не было фотоаппарата и уже косточки торчали вместо мякоти они еще висели на дереве плоды на косточки торчали я тогда не собирал косточки не продавал ничего на следующий год я ждал чудо и у меня есть фотографии следующего года да там по моему ниже есть потом покажу вот но уже чудо не было такого то есть никто их не атаковал только один год вот этот вы представляете сотни сотни этих дегустаторов которые выжирали эту мякоть мне больше удивили бабочки бабочки сидели толпами на этом дереве вот это было а потом мы столкнулись чудом теперь что надо было делать закрепить и вот после этого случая и несколько десятков других я железом потерял надежду закрепить и после этого родились опять постулаты но уже грустные прошло десять лет внимание это с этого самого дерева объясните мне как это могло случиться оно и оно как говорит реклама найдите разницу оно и оно то есть удержать вот эту красоту медовый запахи не удалось раз второе но я сделал пять прививок что я получил это важнейший момент а потом будем отбиваться от обвинений но похоже да хорошо но извините два раза меньше урожай непредельный двор был но согласитесь что то есть ну следующая прививка ну еще скромнее следующая прививка три четыре видели и все разные и наконец 5 ёл а почему еще фотографирую людей а чтоб знали что это мой сад а ничего попало знакомьтесь вот закончил колледж агроном работает корзавчиком один из лучших садов в россии вот пока его не вызовут москву и не скажут все что у вас есть москву за все платим берем на должность ну хотя бы хотя бы такой средины заводелом где-нибудь тимирской академии вот и сделайте это чудо у нас пожалуйста повторите но не получается ученых это сердце размножение и скрещивание это путь который привел в тупик почему даже я прививками не смог удержать вот эти качества уникальные качества не смог не смог не смог вот и наконец мы подвожу да еще раз показывай сергей еще раз говорю пока такие люди вот как сергей я еще называл примерно 10-15 фамилий не имели ценных как садоводов понимаете вот не менее ценных пока они будут то работать помните как я пример приводил выдающийся садовод сибири как этот самый караулит как и называется по ночам сторожем работает а было а я в детских садиках по 3000 получал за работу я тоже чего-то стоил большего и вот получается что пока вот эти люди не будут призваны вот как в армию призывать и надо призывать в науку призыв ничего не знаем вот тебе зарплата вот тебе этот самая квартира вот только одно условие нужны твоя голова твои руки ценные и твои это с наполовину и вот вот сад у нас общий и твои уникальные сорта образцы и клоны клоны подчеркиваю клоны вот что должны сказать ему президент академии наук вот ради этого это кино и второе ради того чтобы сказать следующее это уже чистая наука я повторяю вот неправы те кто говорит что вегетативной гибридации не существует и мордой тычет уже не мичурина уже не ласенко уже железо уже латинкова покойного на том свете и вообще мордой тычет вы понимаете вот что вегетативной гибридации якобы не существует ссылается на эти ссылки 30-е 50-е годы 30-е 50-е а вы чем сто лет занимались после этого господа и теперь на сегодняшний день я утверждаю это неправда что не существует и другая правда есть но но всечено и так вегетативные гибриды существуют так но в единственном числе сохранить вегетативный гибрид невозможно именно это дало повод генетикам разогнать школу мусенко мичурина именно это и дало повод а я открываю вам правду это открытие до существует но в единственном числе все располосит все располосит все располосит все располосит вот ну а дальше я успокаиваюсь и говорю любой сорт и средиземноморья можно вырастить в моем саду любой несколько поколений насыщение ментора по мичурина наслоения ментора по железу вот а наше искусство теперь абрикосам нужно вернуть память о ледниковых периодах в случае победят клоны или сортообразцы то есть пусть даже корни собственные которые выживут но будут более скромные с повышенными растойкостью проснется память в другом случае мы им даем возможность даже персиком неукровенным жить в сибири используя вегетативную гибридизацию так вот и заканчиваю эту серию я самый главный сказал вот он королевский еще другой эту фотографию меня съели сказать чем это ужас какой-то фотошоп кстати вот еще вот это есть фаина но годом позже видите она уже начала меняться она уже стала чуть-чуть скромнее а вот это люди которые мне поверили а вот это вот та самая таблица первой серии показывал вот о том что все это вранье что да микроклимат эти не такие температуры а такие я их использовал но температура практически равна у меня на юге красноярского края равна новосибирской и красноярской и наша песня хороша начинает сначала а мы с вами еще не закончили давайте-ка ребята на сегодня хватит вот я высказался меня эти фильмы сжигают я пережил опять пока рассказывал гибель прекрасной девочки на которой не нашлось денег чтобы спасти жизнь и в страшных муках умирал от онкологии наш друг боднар борис иосифович вот и сейчас мы ищем его книги и найти не можем а их было всего 100 экземпляров одной 200 экземпляров другой это на всю страну вот и я его благодарю потому что это он сохранил мой сорт а меня морды или как-то тычут или по морде бьют за что у меня с чужих садов вот мой сорт у самого великого боднара измельчал да говорит урожайся был такой что ты хочешь константин а у него плоды потенциально 150 грамм все друзья заканчиваем все волнуюсь себя себя сжигаем остановить запись ждем серию за номером 3 или вебинар вебинар по понедельникам напоминаю вот ну-ка я сейчас подведу к этому постевая книга вот он вебинар на моем сайте есть объявление в этом вебинар очередной вы увидите от фильма раньше надеюсь очередной вебинар 30 это послезавтра и там столько волшебства невиданного а вот и как бы сделать чтобы это те которые перед переубедить его не может его есть такие выпустите меня есть переубедить было невозможно их ответ был мы смотреть фото не будем вставляйте слова какие мы смотреть фото железово не будем запятая еще от чего вот для этого нужны вебинары для этого надо чтобы поменьше их слушали а побольше нас да нет живы боднера дед броскова дед латинкова но их есть материал я буду их показывать рассказывать все остальное всю жизнь я буду с величайшим уважением почтением говорить об этих людях вот вот таких вот таких вот и никто мне не бросит камень что я все одеяло на себя натянул но сказать железу коммерсант выживать надо вот ради этих фильмов как такой фильм не обходится в 200 рублей когда его поручаю довести до ума титры музыка девочку студентку то подкинет 100 рублей 50 200 я не обижусь все равно это я от этого не получаю ни копейки наоборот все время отстегивают для того чтобы эти фильмы появлялись появлялись вот тут еще секунда чтобы эти фильмы появлялись вот тут видите здесь железу предлагает сибирские супер сорта вот это первая серия так что это мой канал канал называется сановодство по железу увидите вот у меня всего 12000 подписчиков а там где меня опровергает миллион подписчиков миллион 200 подписчиков 2 миллиона 400 людей человек 2 миллиона учат убивать дерево причем наглую дерево превращает в такого калеку вот такие раны делают вот такие вот и еще а если вот мы правильно и выпили вот это же рано то остается но чуть-чуть если мы кромочку сам она обязательно зашибет вот эта дурь меня преследует всю жизнь я из-за этого не доживу эти потому что каждый раз не начинает скакать давление но она может на пользу что я тут же хватаюсь делать фильмы и платить платить если 100 200 рублей на мой телефон закинете я думаю что вы будете соучастниками я это союзниками соратниками и даже применю такое слово соучастниками 9 конец 8 960 776 86 72 8 960 776 86 72 протягивая руку для дружбы и для того чтобы туда вложили 50 или 100 рублей вот надо продолжать идет четвертая тысяча фильмов которые за которые плачены вот помогайте я не рокфеллер вот теперь я все сказал до свидания друзья остановить запись а а а а а а а